К парламентской теме мы продолжаем общаться здесь, в нашей студии, с представителями фракции, которые представлены в Законодательном собрании региона. Сегодня на наши вопросы о работе фракции КПРФ в областном парламенте ответят заместитель председателя ЗАГС Собрания, а также первый секретарь Владимирского областного комитета КПРФ Антон Сидорко. Антон Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Прежде всего, хотелось бы вас расспросить, поскольку в областном парламенте человек вы новый, расскажите о своей общественной и политической деятельности. Почему вообще решили баллотироваться, почему пришли в политику? Ну, дело в том, что я в партии КПРФ уже стою 13 лет, и, собственно, как два года я возглавил Владимирское региональное отделение партии. И, естественно, что в партию регулярно приходят люди, совершенно с разными проблемами. Уличное освещение, убитые дороги, обеспечение лекарствами, ну, элементарно даже своими личными жительскими проблемами. И, конечно, их необходимо решать. И, как раз-таки, будучи, скажем, обладая фракцией КПРФ в ЗАГС Собрании, крупной фракцией, у нас получается очень хороший инструмент решать эти проблемы на системном областном уровне. Вы сейчас занимаете должность заместителя, председателя ЗАГС Собрания. Один из четырех заместителей, который не является членом фракции «Единой России». Скажите, вот вы как к этому избранию относитесь? Ваши личные ощущения? Ну, наверное, это, скажем, такая ответственность, потому что где-то, конечно, ну, работать тяжелее. Потому что председатель Владимир Николаевич Киселев, председатель партии «Единой России», другие заместители тоже «Единой России». Я представляю, можно сказать, должность заместителя от оппозиции. Входясь на должность заместителя председателя, все-таки я чувствую, что проблемы, ну, какие-то решаются быстрее. Потому что проблему можно уже решить, скажем, не на уровне какого-то звонка, а на уровне инициативы, которая уже будет затрагивать интересы, ну, большого количества людей. Ну, приведу пример. Вот, условно говоря, у нас в области разрабатываются песчаные карьеры, да, скажем так. Где-то незаконно. И люди часто раньше на это жаловались. Так вот, теперь вот сегодня наша фракция выходит с инициативой к федеральным законодателям с тем, чтобы официально запретить недропользование на землях сельскохозяйственного назначения. Если говорить вообще о работе фракции в ЗЭСе, вы уже начали о первом законопроекте, который вы бы хотели внести. Что еще из того, что сейчас, вот именно на сегодняшний день важно и актуально, вы видите актуальность вопросов, которые вы сейчас прорабатываете? Ну, мы недавно вышли, скажем, из выборной кампании, поэтому в ближайшее время мы хотим внести некоторые изменения в избирательный кодекс Владимирской области. В частности, возвращение к прямым выборам глав городов и районов. Вот на сегодняшний день мы знаем, что у нас прямыми выборами только выбираются три главы крупных городов. Это Муром, это Ковров и это Гусь-Хрустальный. Если взять Владимир, если взять целый ряд других крупных городов, районы, то там главы администрации, они не выбираются. Они назначаются комиссией, состоящей из депутатов и чиновников. И потом люди не могут даже спросить с тех, кто возглавляет их там район либо город. Вот следующее. На сегодняшний день мы пришли к осмотрению бюджета. То есть, бюджет на 2019 год, плановый период 2020-2021 года внесен. Сегодня мы с ним знакомимся. Документ очень большой, объемный. Его за день-два не изучишь полностью. Но уже сейчас мы видим, что есть определенные, назовем так, перекосы и определенный момент, который можно изменить. К примеру, в бюджете очень серьезные предусмотренные расходы. Больше, наверное, чем достаточно на правоохранительную деятельность. Больше, чем достаточно на освещение деятельности администрации в средствах массовой информации. Грубо говоря, на пиар областной администрации. Где-то есть, хоть в меньшей степени при новой администрации, уклон в сторону каких-то выставок, фестивалей. Немножко, скажем, секвестировав данные статьи, мы бы могли больше денег, скажем, выделить, например, на предоставление жилья детям-сиротам. У нас большой дефицит и большая очередь. А мы бы могли выделить доп. средства как раз-таки на строительство психоневрологических пансионатов для престарелых людей. И поэтому есть целый ряд у нас предложений. Мы сейчас еще дорабатываем наши поправки в проект бюджета, которые будем вносить. Тем не менее, я хотел бы сказать, фракции у нас пять. И вы уже сами сказали, что вы заместитель председателя от оппозиции. Скажите, есть ли взаимопонимание с представителями других фракций, хотя бы оппозиционных? Или все равно перетягивание одеяло налицо в зависимости сейчас? Нет, я скажу так, что по целому ряду направлений, я даже беру не только оппозиционные партии, но и ту же Единую Россию. То есть мы вместе входим в различные рабочие группы. К примеру, рабочая группа по согласованию полномочий по градостроительной сферам между областью и городом. Вопрос непростой. Представители разных фракций вошли. То есть мы сейчас обмениваемся какими-то мнениями. Рабочая группа по контролю за условиями содержания заключенных во Владимирской области в системе ФСИН. Забегая тоже немножко на другую тему, что касается инвесторов. Мы знаем, что у нас сейчас очень серьезная проблема по мусору в Владимирской области. Просто ключевая тема, кстати сказать, это одна из тем, из-за которой, в общем-то, Светлана Юрьевна Орлова получила очень низкий рейтинг. Потому что проблема не решалась. Более того, стояла острая проблема ввоза московского мусора. Вот наша фракция КПРФ в ЗАГС Собрание, тем более, что у нас сразу три депутата в Комитете по аграрной политике и экологии, мы готовим круглый стол. Как раз-таки по мусорной проблематике, куда приглашены как раз-таки и чиновники, и депутаты, самое главное, общественники. И ключевой момент инвесторы, которые готовы вложиться в регион как раз-таки по мусросортировке, мусропереработке, которые готовы не устраивать здесь свалки и полигоны, да, вот полутотысячный гектар. А которые готовы реально вкладывать в эту отрасль деньги, делать ее чистой, и при этом, чтобы мнение людей было учтено. Работы хватает. Я скажу, фракция у нас молодая. У нас из прошлого созыва только один депутат, Емельянова, которая была в прошлом составе. Шесть депутатов новых. То есть, конечно, мы где-то учимся, конечно, мы где-то что-то делаем впервые. Но работы, говорю, очень много, работы хватает. И в этом отношении, причем из разных фракций, депутатов, которые уже, назовем так, не первый созыв, кому-то можно обратиться, подскажут, тоже где-то направят в этом отношении. То есть, есть стремление к конструктиву. Спасибо вам большое. И я напомню, что это был заместитель председателя ЗАГС Собрания Антон Сидорко.